московский инновационный кластер это действительно какая-то уникальная площадка взаимодействия власти и бизнес предоставляет эти возможности кластер в принципе сегодня вот он такой что можно желать только больше межотроцевых кластеров с людьми которые движки с огнем которые будут вот идти добиваться новых проектов мы закладывали для себя ну наверно какой-то переход на современную кооперацию на современное общение наверно представить что аймоску это типа такой фейсбук для инноваторов очень важным элементом являются сами участники и что мы знаем об этих участников ты ценишь время время самое дорогое на сегодняшний день и поэтому ты должен это делать максимально быстро удобно элементы поддержки участников это возможность как раз найти партнера это возможности получить даже государственные деньги пожалуйста есть инновации выбираем вот 92 площадки значит и покажи собственно говоря твои инновационные характеристики а потом соответственно мир увидит тебя с твоими инновациями год и инвесторы готовы будут сложиться потому что понимать будет уже эффективность с недавнего времени на и мозгл а можно регистрироваться и участвовать физическим лицам каждый из любой сферы бизнес государства производства наука все скажут недостаток квалифицированных кадров вот мы хотим чтобы здесь это тоже было являлось элементом который позволяло бы продавать себя достаточно хорошо чтобы ты мог действительно показать свои свои качества свои знания и свой опыт бирже контрактного производства вообще нужно понимать что развивается в трех основных векторах это реализация как раз программы импортозамещения это цифровизация отрасли и развитие регионов а заказы отечественных компаний должны выполняться на мощностях российских фабрик проведены первые уже заказы потому что в полностью автоматизированном цифровом формате что как бы подтверждает тренд на цифровизацию родилась идея том чтобы дать возможность соединиться в проект в таком проекте под названием московский акселератор мы видим уже цифры по не только про количество участников но компании которые проходя акселератор прокачиваясь уже получают выручку некоторые даже выходят на экспорт и сейчас на любой акселератор который приходит не менее 300 компаний 300 заявок которые приходят соответственно с участием желанием участие при этом они понимают что пройдут из них только в лучшем случае там 10 процентов там 5 процентов то есть как бы это конкурс больше чем в какой-нибудь вуз еще одной очень важной программой развития кластера являются технологические конкурсы и мы буквально в течение месяца двух наверное собрали этот конкурс потому что мы поняли что мы сейчас у нас там было в конкурсе три составляющих без которых я считаю такие конкурсы не работают в первую очередь ник конечно во вторых отраслевой игрок скиллос который очень глубоко интегрирован в бизнес-процессы компании который может это быстро интегрировать и ребята по сути оператор конкурса которые которые все это быстро могли собрать на каждую субсидию которая сегодня может получить бизнес можно подать заявку онлайн более того что мы вообще установили что только онлайн чтобы вообще убрать какой-либо человеческий фактор сотни участников которые получили субсидии города только ну благодаря того что они являются участниками кластера мы назвали там инвест упаковщик и как очень жалко когда проект который действительно очень интересен а он не может быть представлен он не упакован ни финансово не внутри информационно то есть и даже визуально очень сложно понять инвестору а стоит ли в него вкладывать инвестиции стоит ли не знаю там приобретать долю в этом проекте и вообще стоит ли за этим проектом какое-то будущее давайте попробуем собственно говоря попытаться попытаться упаковать проекты отобрав их проведя им проведя по определенной траектории подготовки и соответственно уже дойти до приглашения уже уважаемых институтов развития и инвесторов увидим что рынок развивается увидим что эти технологии являются востребованными и мы видим спрос индустрии на подобного рода решения те решения этот подход который демонстрирует миг без ложной скромности можно назвать передовым инновационным или являющимся примером для подражения потому что как бы стабы так быстро как работал команды миг я пожалуй вряд ли где-то сталкивался в особенности если мы говорим про государственные институты развития если мы говорим про государственные корпорации или департаменты очень позитивно оцениваю работу и считаю что это прям пример для рынка как государственная компания может быть настолько гибкой и желаю вам добиваться новых высот в международных конкурсах по трансформации инновационности нашего города и Продолжение следует...